В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новорожденных можно будет зарегистрировать в любом ЗАГСе страны, что еще изменится в жизни россиян в декабре. От всей души в библиотеке имени Маяковского состоялся концерт, посвященный Дню Матери. Напряженное противостояние. Состоялся очередной матч в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Далее расскажем обо всем подробно. Граждане смогут зарегистрировать детей в любом ЗАГСе страны. Банкам запретят проставлять в договорах галочки за заемщиков. Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В декабре вступит в силу ряд новых законов. В декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния. Граждане смогут обратиться в любой ЗАГС, чтобы оформить свидетельство о рождении ребенка, получить с паравки повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать их. Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы. С 30 декабря банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Своё согласие заемщик должен будет подтвердить собственноручно. Кроме того, поправки устанавливают так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применяли лишь для страхования. С 1 декабря Центральный банк получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель – пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций. Согласно новым правилам, мошеннические сайты будут блокировать по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Также с 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет, исключение – оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи, обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, которые включены в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов. В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуги, сайты президента, правительство России, Советы Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайт администрации регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Использование опции потребует ее активации абонентам. Для эффективного противодействия мошенникам и усиления защищенности финансовой сферы Банк России проводит масштабный опрос населения и бизнеса. Подробности в следующем репортаже. Достаточно ли внимания уделяют защите персональных данных в вашем банке или страховой компании? Сталкивались ли вы с попытками украсть деньги с вашего счета? Знаете ли, как отличить легальную финансовую компанию от мошенников? Банк России проводит масштабный опрос жителей российских регионов, юридических лиц и предпринимателей. Цель опроса – определить уровень доверия клиентов к организациям кредитно-финансовой сферы и электронным технологиям и сервисам, которые они реализуют. Полученные сведения позволят Банку России усилить взаимодействие с участниками финансового рынка в сфере кибербезопасности и усовершенствовать работу по повышению финансовой грамотности нижегородцев. Опрос анонимный. Его можно пройти на сайте Банка России или с помощью QR-кода, который вы видите на экране до 3 декабря. Рекомендацию взять под личный контроль введение и соблюдение ограничений, связанных с распространением коронавируса, дал руководителям регионов президент России Владимир Путин. Доклады о приведенной работе они должны будут представить до 30 ноября. Далее ежемесячно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет истекает 31 декабря. Заявление можно подать через портал Госуслуг. Размер выплаты назначают в зависимости от доходов семьи. Если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи его не достигает, пособие назначают в размере 75%. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначают в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В составе семьи теперь учитывают и студентов. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет учится очно и не состоит в браке, то его также учитывают при расчете среднедушевых доходов. Напомним, новые правила господдержки малообеспеченных семей действуют в России с 1 апреля. Законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах разрабатывают в Госдуме. Одна из его норм может предусматривать изъятие автомобилей у злостных нарушителей для возмещения материального ущерба пострадавшим. Об этом заявил журналистом председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и один из инициаторов законопроекта Василий Пискарев. Он напомнил, что есть случаи, когда водителей привлекали к ответственности по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает, подчеркнул депутат. Надо вносить изменения, что эти действия должны быть уголовно наказуемыми, а машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба. По словам Пискарева, работа над законопроектом об ужесточении наказания для дорожных лихачей почти завершена. Четыре человека пострадали в авариях, которые произошли на улицах Сарова. Чем еще запомнилась прошедшая неделя с сотрудником правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На дорогах города было неспокойно. В понедельник 22 ноября на пересечении улицы Советской и проспекта Музруково водитель автомашины Датсун-Ондо выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с БМВ, движущейся на зеленый. После столкновения автомашины Датсун-Ондо совершил наезд еще кроме этого на бордюрный камень. В результате ДТП пассажир автомашины Ондо, мужчина 83-го года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в тормотологию в ГОСКБ-50. Газопитализирован он был и обратился в КБ-50 только на следующий день. На проспекте Музруково, дома номер один, водитель автомобиля Вольво С-80 превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с авто ВАЗ-2115. В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2115, мужчина 2001 года рождения, получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, а водитель этой же автомашины получила телесные повреждения и была госпитализирована тоже в травму КБ-50. В третьем ДТП пострадал пешеход, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу на улице Силкина. На него наехал водитель Датсу Нонде. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Кроме этого, мы всю неделю осуществляли надзор с дорожным движением. Нами было выявлено 113 нарушений правил дорожного движения. Три водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, так называемый, повторник. В отношении него уже вчера было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по части 2. Также за минувшую неделю сотрудники правопорядка зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 28 ноября в нашей стране отметили День матери. Накануне праздника воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева выступили с концертом в библиотеке Маяковского. Подробности далее. Концерт воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени Балакирева готовили сами. Писали сценарий, подбирали номера, чтобы в канун праздника порадовать и поздравить своих самых близких людей, матерей. Со сцены звучали песни, дети играли на фортепиано, гитаре, балалайке и других инструментах. Мама – самый дорогой человек. Она дарит нам жизнь и отдает всю свою заботу, любовь и нежность. Быть мамой – тяжелейшая работа, которая начинается с момента появления малыша на свет и продолжается всю жизнь. Я поздравляю всех мам, всех бабушек, свою бабушку. Хочу, чтобы они были здоровыми, сильными и крепкими и помогали другим. Я бы хотела поздравить в первую очередь свою маму и всех женщин на этой земле, потому что они сильные и независимые. Я бы пожелала им здоровья, счастья и побольше любви. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева на сцене библиотеки имени Маяковского выступают два раза в год – в День матери и в Международный женский день. У нас дети очень любят выступать здесь, в библиотеке. И всегда говорят, что здесь очень такая уютная домашняя обстановка. Они здесь меньше как-то волнуются. Но а мамы, бабушки, они очень любят ходить сюда на концерты и смотреть, естественно, на своих детей. Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям и желает всем мамам здоровья и благополучия. Пусть ваши дети всегда радуют вас своими успехами и улыбками. В выходные в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги ХК Саров принимал на своем льду старт из Таншаева. После победы на выезде саровчане были настроены одолеть соперника. Подробности далее. С самого начала игры саровчане выбрали атакующий хоккей. Но буквально через три минуты после старта первого периода получили шайбу в свои ворота. Гол не сломил дух саровчан. Они продолжили брать штурмом ворота гостей. И уже через минуту сравняли счет. На протяжении всего 20-минутного отрезка игра оставалась напряженной. Но несмотря на несколько удалений в составе и Сарова и старта, на перерыв команды ушли со счетом 1-1. В первом периоде много чего не получалось, потому что ранее не играем, мы катаемся с полдвенадцатого ночи. Это, конечно, большой минус. А так вышли, оклемались. Сейчас вот уже третья игра сезона показывает, что команда, в принципе, готова на 85-90%. Что первая игра с бором – это блинкомом в Сечном 9-4, уверенно. Здесь, ну да, Таншаева как бы, приблизительно все одинаковые команды. Во втором периоде напряженная борьба продолжилась. После затяжной атаки саровчанам удалось пробить оборону гостей и забросить шайбу. Выход соперника вперед подстегнул старт. И им удалось сравнять счет. Следующие 14 минут команды изо всех сил старались забить. Но несмотря на удаление и в той, и в другой команде, счет на табло так и не изменился. Где-то не хватало хладнокровности первые два периода. Нужно было отдать, бросали. Нужно было бросать, отдавали. Поэтому я думаю, в принципе, все хорошо. Все подходят вроде адекватно к играм. Все соскучились. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. После двух периодов команды по-прежнему не уступали друг другу, показывая временами довольно жесткий хоккей. Но ближе к концовке матча ситуация изменилась. Гостям не хватило силы противостоять саровчанам. Итог – четыре пропущенные шайбы. Получалось сдерживать два периода. В целом хорошо оборонялись. Единственное, что не получалось, что большинство моментов не реализовывали. Потому что во втором периоде была хорошая контратака 2 в 1. Ее заплавили. В третьем периоде тоже в начале выход 1-0 не реализовали свой. Ну и по такой игре, если мы свои моменты не забили, то в конце силы уже закончились. Следующий матч ХК «Саров» проведет 4 декабря на выезде с командой «Кстова». 11-го саровчане сыграют дома с ХК «Урень». Быстро, безболезненно, безопасно. В стоматологии «Дентал Арт» работает кабинет лазерной эпиляции. Процедуру проводят на аппарате нового поколения «Мэджик Ван». Подробности далее. Как надолго избавиться от нежелательных волос на теле? Сделать это быстро, безболезненно и избежать раздражения на коже и вросших волосков? Бритвенные станки, шугаринги, кремы и воск начинают вытеснять лазерная эпиляция. В стоматологии «Дентал Арт» к услугам пациентов аппарат лазерной эпиляции нового поколения «Мэджик Ван». Подготовиться к процедуре легко и просто. Подготовка к процедуре – это удаление волос за 2-3 дня с бритвенным станком, чтобы не тратить энергию на волос. Процедура подходит коже от 2 до 4 фитотипа. Идеально как для женщин, так и для мужчин. Эффект будет заметен уже после первого раза, но специалисты советуют пройти курс. Это 8-12 процедур, которые делают раз в 3 недели. Принцип работы аппарата заключается в воздействии излучения лазера на пигмент меланин, присутствующий в волосе. Он придает характерный оттенок волосам. Перед каждым пациентом манипула обрабатывается дезинфицирующим средством. По ощущениям легкое покалывание и тепло станет как-то дискомфортно. Сразу говорю, я параметры чуть убавляю. После первой процедуры мастер смазывает кожу бипонтеном. В дальнейшем никаких обработок не потребуется. Лазерная эпиляция относится к медицинским процедурам. И хотя во многих местах, которые занимаются таким видом деятельности, этому не придают значения, вопрос получения медицинской лицензии перед специалистами Dental Art даже не стоял. Хочется отметить, что в нашем центре безопасность пациента стоит во главе угла. И поэтому при выборе аппарата мы руководствовались наличием у него регистрационного удостоверения. Именно оно доказывает безопасность, надежность и эффективность. Аппарат является медицинским оборудованием. И на нем имеет право работать только организация, имеющая медицинскую лицензию. Об этом есть постановление Верховного суда 2019 года. И двух мнений на эту тему быть уже сегодня не может. На лазерную эпиляцию можно записаться по телефону 642-41. Клиника Dental Art находится в здании УБЦ. Носилки на 10, дробь 1. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!